Приветствую вас, и начать свой ответ я бы хотел с того, что да, шансы действительно есть, что действительно есть шансы переиграть, шансы есть всегда. Но вопрос заключается в том, значит, как именно мужчина к вам относится, как именно он вас воспринимает, и, собственно, какой мужчина он, и какая женщина вы. Я немножечко поясню, наверное, свою мысль, чтобы вы сейчас ее, ну, скажем так, лучше поняли. Да? Значит, интересует меня то, какой мужчина ваш, ваш молодой человек, то есть, что он из себя представляет, как, собственно говоря, мужчина. То есть, какой он представитель своего пола. Какая ему, например, понравилась бы женщина, то есть, какая ему могла бы подойти женщина. Скажем так. Какое женское поведение его привлекает, возбуждает, заводит и так далее. Что ему нравится, грубо говоря? Это первый вопрос. И второй вопрос заключается в том, Можете ли вы ему это дать? То есть, вот, мужчине своим. Можете ли вы дать ему то, чего он хочет? Можете ли вы дать ему то, что ему нужно? И что для этого вам, именно вам, можно и нужно сделать? Далее. Точно у него просыпаются животные инстинкты, берут животные инстинкты. Это совершенно не означает, что у него есть к вам чувства. Ну, какие-то серьезные чувства, я имею ввиду. Это, скорее, означает просто, что вы привлекательны для него, и он хочет вас, хочет вас как женщину. Вот. Но, о эмоциональной привязанности речи здесь не идет. Точнее, идет, но далеко не обязательно. Вот. Значит, что вы можете сделать? Вы можете, во-первых, задать себе вопрос. Как и почему я оказался в этой ситуации? Вообще. То есть, ну, почему я увлеклась мужчиной, который, в общем-то, на меня не обращают внимания? Или который хочет только от меня секса? Почему я увлеклась мужчиной, который не готов брать ответственность? Вот. Это первое, что вам нужно у себя спросить. Дальше. Ага. После этого, желательно, чтобы вы определили бы свои желания, ваши цели, то есть, чего вы действительно хотите. Вот. И, следующим пунктом идут чувства. То есть, ваши чувства к молодому человеку. Какие они, эти чувства? Что они представляют из себя, эти чувства? То есть, как бы, ну, вот, чего вы хотите для своего мужчины, например. То есть, готовы ли вы, например, ради него, там, стараться что-то делать? Готовы ли вы его жизнь делать счастливой? Чем? Э-э-э. Причем, просто так. Э-э. Без, э-э-э, ну, без обязательного ожидания чего-либо взамен. Если да, то единственный способ пробудить его чувства это вести себя вот таким образом. Но я полагаю, я полагаю, что вы все же хотите чего-то для себя. В этом контексте я полагаю, что вы все же хотите чего-то именно для самого себя, потому что вы говорите, что возможно ли отношения как-то перевести, ну как бы в более такую близкую сферу. И это ваш запрос, это ваше желание, это не желание молодого человека, и это даже не принятие его. То есть нельзя говорить о том, что вы его принимаете именно таким, какой он есть, например. Нельзя говорить о том, что вы берете и принимаете его вот полностью и целиком. вот, а это в свою очередь означает, что вы не принимая его целиком, преследуете свои цели, ну в отношениях, которые далеко не всегда могут идти, ну как бы в один уровень с тем, что касается, например, вас напрямую, ну лично вас. вот. И для начала определите именно для чего вам переводить отношения у вас что-то более такое близко. вот. Постарайтесь сперва это определить. Сами для себя. То есть зачем мне это нужно? Для чего я это хочу? Что я хочу получить от мужчины? Что мне нужно? Почему именно он должен мне это дать, например? Вот это тоже такие довольно важные вопросы, на которые мне представляется необходимым найти ответы, в первую очередь у вас и уже потом, после того, как ваша позиция будет сформирована, после этого уже можно будет говорить о том, насколько переигрывание ситуации повлияет на вас. То есть насколько переигрывание ситуации даст вам то, чего вы хотите. Именно вы. Насколько переигрывание вот сферы ваших отношений сейчас, именно вот в данный момент времени, принесет вам удовлетворение. Вот. Я полагаю, что именно вот в таких направлениях вам стоит двигаться, именно в таких направлениях вам можно двигаться для того, чтобы решить свою проблему, не только на уровне вот стопора в отношениях с мужчиной, а на более таком глубоком уровне, когда вы мыслите не только вот конкретным человеком, а когда вы мыслите и своим жизненным путем путем, своими глобальными целями и как бы уже под эти цели подбираете адекватных людей. При этом важно видеть уровень зависимости от этих людей у вас. Потому что вот, ну, три года, три года вы знакомы с молодым человеком. С какого-то момента он стал привлекать вас не только как друг, да, но и как мужчина. Нет у него чувств к вам. Ну, хорошо. Значит, вы просто стараетесь сделать для него что-то, что в ваших силах, а за мной живете своей жизнью. Но вы-то хотите, чтобы этот мужчина был с вами, и вот тут возникает сомнение. Сомнение в том, насколько вы независимы. Ну, при своем поведении. Насколько вы свободны от сублимированных, подавляемых вами желаний. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи! Поехали. Поехали. Спасибо. Поехали. Продолжение следует...